Дроту береза, дроту лес Ёлочки, осинки, березки, рябинки Друзья, приветствую всех на канале Сказочная Карелия С вами Руслан Сегодня я нахожусь в одном из лесов Пряжинского района Взял сегодня корзинку, посмотрим какие грибы растут еще Взял с собой рюкзачок еще с ведрами на всякий случай 9 часов утра Один из смешанных грибных лесов, моих любимых Очень много листвы Но очень любопытно Есть ли какие-нибудь еще грибы Безусловно что-то найти съедобное сложно В таких условиях Но я буду стараться И все что найду Вам обязательно покажу Красота неописуемая Просто проверю свои грибные точки осенние Вот прямо Что за гриб Случайно обнаружил Вот Это точно не зимние опята Вот такой интересный грибочек красивый Но не собирая мне знакомо Если есть малейшие сомнения Сегодня 0 градусов тепла Обещали и первый снег уже Но проверим, посмотрим Может быть улыбнется удача И что-нибудь найдем Оставил пока рюкзак На берегу Взял с собой корзину Эти места очень интересные Здесь Позднюю осенью я лисички собирал обычно Сегодня пасмурная погода Со дня на день Уже все укроется Первым снегом Поэтому возможно это Крайний выход сегодня В лес Приятно пройтись по своим грибным местам Вот находка Красавчик какой Настроение сразу же поднялось Не буду его трогать Посмотрите какая раскраска Это у нас красный мухомор Красивый У меня с собой навигатор Всегда беру с собой Там отмечены грибные точки И самое главное Не заблудишься с ним Запасной комплект батареек Обязательно с собой Впереди метров 300 Наверное надо пройти еще Но уже в это время Ходят и медведи Набирают жир Так сказать Перед спячкой Заметают свои следы В берлоге Главное не встретить Взял с собой петарды Фитильные на всякий случай Но Надеюсь Обойдут без них Вот здесь такой бурелом Ураган был Решил включить камеру Чтобы Передать Все настроение Все эмоции Весь хруст Который В лесу Вот Посмотрите Еще один Красный мухомор Красивый Такой Врывать не будем Кому-то из зверей Точно он сгодится Лисичковое место Мое Впереди Небольшой бугорок Песчаные почвы Здесь Скалы Вот любят Расти Лисички Весь летом я собирал Очень много Корзин Много фильмов Уже вышло Вот Какой-то Какой-то Поганочка Как говорится У нас какая-то Да Приятные воспоминания От лета Хоть и год Выдался Совсем не урожайный Мягко говоря Но как есть Грибницы тоже Должны отдыхать Поэтому я считаю Это нормальное Явление А не совсем От того Что Мы выкручиваем Грибы В частности Я Они режу По-многие Пишут Все грибы Вырезал И больше Грибов Нету Ну смешно Просто Так Вот еще Грибочек Думал Трубковидная Лисичка Такая Коричневая Раскраска Тоже Не берем Аккуратненько Ох Ох Это просто Друзья Не передать Ощущения Эмоции Адреналин Прогулка Такая По лесу Вот если Сейчас Мне кто-то Встретился Точно Сказал Ну Наверное Руслан Сошел С ума Взял Корзину Ходит По лесу Но на самом Деле Еще Трубковидные Лисички Должны быть Но это Больше В еловом лесу Интересно Будут Или нет В прошлом году Корзинами Собирал Вот впереди Еще одно Место Не знаю Удастся ли Найти Лисички Хотя бы Интересные Интересные Грибочки Надеюсь Не запрещенные Вот такие Огромное Количество В это время Грибов растет И как говорится В Карелии У нас Считают Такие Запаганки Время Сейчас 9 часов 30 минут Я думаю Минут 40-50 Достаточно Будет Для понимания Грибной Обстановки И потом Посмотрим Ягодку Чтобы Время не Тратить А вот здесь Молодые Сосны Молчать Невозможно Ходить Смотреть И не делиться С вами Впечатлениями Вот здесь Была Огромная Поляна Я собирал Туролисичек Все русские Были Но пока Новенькие Не пошли Или я Их пока Не замечаю Так Все в прямом Эфире Просто камеру Включил И Иду Вам Все Показываю Дальше Будет Березовый лес Но там Мыхи Лишайники Там Обычно Грибов Нет Но зато Какой Красивый Молодой Лес Елочки Зелененькие Сосны Березки Молодые Осенки Собачка Подрастает Ей 5 месяцев Кто смотрит Следит За выпусками На канале Знает Зовут Кася Паниэлька Охотничья Собачка Вот Скоро Буду брать Ее Наверное С собой В лес Пока Боязно Чтоб Не убежала А то Мало ли Какого Дверя Встретит Удерет Еще Ответственность Большая Думаю Что Через Месяц Вот Грибочек Через Месяц Наверное Возьмутся Будет В лес Без поводка Такой Старенький Да Вот здесь Камушек Запоминаются Места Такие Даже Без Навигатора Вот Такой Редкий Камень Булыжник Вот Обращайте Внимание На Такие Тоже Интересные Особенности Больше В этом Лесу Камня Я не Встречал Поэтому Если Заблудились То Примерно Есть Понимание Где Вы Находитесь Так Вот Здесь Еще Проверю Там Еще Метров 400 Пройду Там Елочки Поменьше Листвы Будет Но Тоже Место С лисичками В прошлом году Удара Собирал Их По первому Снегу Тут Сейчас Погода Гру Повторюсь Такая Что В любой Момент Мород Все Завалить И Будут Большие Сугробы Начнется Рыбалка По перволюдию Потом Зимняя И Буду Выкладывать Фильмы Которые Еще Не Вышли На Канале На Ютубчике На Яндекс Дзене Кстати Подписывайтесь На мой ДН Канал Сказочная Карелия Называется Тоже Все Ссылочки В описании Может быть Ягодку Удастся Собрать Чтоб Не в пустую Выезд Был А то Бензин Нынче Дорогой Ютубчик К сожалению Не платит Все за свой Счет А спонсоров Нету Поэтому Приходится Совмещать Такие Поездки По возможности Сейчас Вернусь Возьму Ведра И Посмотрю Одно Из болот Вот Пока С грибами Тишина И потом Если Удастся Что-то Насобирать Из ягодок И будет Время Обязательно Еще вернусь Но пройду Вот с той С другой стороны Проверю И проверю Там места Свои А вот Посмотрите Красивая Какая береза Раскраска Это у нас Чага Вот Заваривать Можно Чай пить Очень полезный Гриб Трутовик Такой Давайте Возьму Немножко Вот ножик У меня с тобой Ссылочку Оставлю В описании Так вот О Дерево Совершенно Не страдает Возьму Аккуратненько Для чая Дома буду Заваривать Важно Его высушить Самое главное Очень полезными Лечебными Качествами Обладает Гриб Обчага Давайте Второй Тоже Сорвем Вторую Часть Достал Очень полезный Чай Будет Вот Сегодня Такой Поход Получается Отлично Самое главное Сегодня Не с пустыми Руками Как говорится Домой Чага Есть Можно И поесть Шуточка Сказочный Гриб Вот Как он Пристроился Растет Второе Дерево Такой Пенечек Вот Красивый Осенний Такой Ох Вот Это Сказка Просто Ох Идешь Будто По Ковру Прошел Березы Вот Здесь Еще Интересно Посмотреть Тупковидные Лисички Ели Вековые Мухи Лишайники Вот Зверь Кабан Наверное А вот Друзья Это Невероятно Вот Все таки Нашел Трубковидные Лисички Да Это Они Самые Такой Вид Лисичек Поздней Осенью Растет Интересно Вот Они Молоденькие Посмотрите Полянка Какая Это Красота Зеленый Мух Сфагнум Значит Можно Будет Приехать И Пособирать Трубковидные Лисички Молоденькие Совсем Это Красота Вот Это Чудо Природы Есть У меня Места Отдельные По ним Вот Гриб Можно Выкручивать Стрезать Трубковидная Форма Ножки Съедобные Очень Вкусные Я их Собирал Готовил Корзинами На Ноги Какие Это Сегодня Удача Улыбнулась Ну Вот Они Друзья Очень Доволен Нашел Трубковидные Лисички Ах Приятная Находка Приятные Грибочки Корзинку Их Можно Сразу На Сковородку Жарить Кто Побаивается Морт Отворить Вот Аккуратно Падает Не Ожидал Таких Находок Сегодня Смотрите В этих Грибах Содержится Вещество Которое Отпугивает Насекомок Вредителей Поэтому Они Крайне Редко Когда Бывают Червивые Трубковидные Лисички Ельник Зашел Проверить Один Быстренько Лишайник Посмотрите Качество Какое Сухой Усния Называется Растет Примерно По одному Сантиметру Каждый год Представляете Сколько ему Годиков Уже Собирать Собирать Лиша Ножницами Вот такого Это уже Качество Не годится Вот он На веточках Деревьев Растет Сухой Да Вот так Как борода Смотрим Грибочки Ух ты Что это Впереди Ничего себе Печка Оглядеться Поставил Корзину С ведрами Смотрите Ничего себе Печка Там Вон Стоит Изба Старая Изба Развалилась Здесь Матрасы Были Кто-то Видимо Жил Возможно Зимовал Даже Интересно Возвышенность Такая Здесь Посуда Старая Место Такое Примечательное Фу Это Я забурился Сегодня В лесочек А вот С этой стороны Посмотрим Обойдем Да Интересная Интересная Находочка Окошко Такой Грамми Уже немножко мягковатая. Буквально через пару дней уже снегом все засыпет. Вот она, ягода клюква. Дневная норма витаминов. Начинаем бор. Сегодня мне в помощь медвежья лапа уже записывал видео. Собирал очень удобный комбайн ручной работы. А вот принцип действия простой. Небольшой угол. 10-15 градусов нажимаем. Могт продавливается и ягода у нас остается внутри. Вот несложная конструкция. Клюква лежит. Ее просто надо взять и переложить ведро к себе. Такая россыпь. Будто специально взяли и высыпали из ведра. Вот, друзья, буквально 5-7 минут кочку обработал. И ягоду собрано. Ягода крупная, быстро набирается. Вот вторая кочка у нас. Сегодня руками даже собирать не буду ее. Так только перекусить, если аппетитно выглядит. Это отличное качество. Просто нереальная плантация для конца октября. Ручной сбор гораздо чище. Но значительно дольше получается. Вот такая ягодка. Золото Карелии. Вот она, посмотрите. Сколько ягод за раз сразу же берется. Этот способ гораздо быстрее, чем вручную. Но ягодку придется дома перебрать. Так как попадается и прошлогодняя. Ну, важно время. Поэтому собираем. Я думаю, сейчас минуты 3 комбайнов будет полный. Здесь ягода крупная, спелая, витаминная. Таким образом, посор убираем. Как говорится, пошел в лес по грибы. Набрал ягод. Ну что, буду собирать. Посмотрю, сколько будет ягодки. А то скоро снегом засыпет. И на обратном пути еще посмотрю грибочки. Никуда не торопимся. Берем максимум ягоды. Чтобы руками потом не собирать. Вот сразу падает только. В прошлом году я начал собирать медвежьей лапой. Этот комбайн в ручной работе мне очень понравился. Собирает значительно быстрее, чем любые заводские комбайны. И даже импортного производства. Но под каждый комбайн свои условия. Где-то сложно тоже работать. Все методом проб и ошибок. Все методом проб и ошибки. Остановиться, перекусить. Вот, красота. Рядом лесочек. Ладно, не затоптать. Излишки продаю по 250 рублей. Очищенная сухая ягода. Отправляю по России. Кому интересно, пишите на электронную почту. Ссылочки на соцсети в описании. Практически полное ведро. 15 минут. Вот вырубил кол. Безопасность превыше всего. Мощный такой. Ну, чтобы не провалиться. В этом году первый раз здесь. Вот так пойду туда подальше. Вдоль леса. Вот топи эти. Вроде следов людей не видел. Но ягодка есть. Важно найти объем достаточный, чтобы забирать медвежьи лапы. И быстренько собрать, пока нет дождя. Возможно и снега. Набалуете топи. Важно внимательно ходить. Лучше по знакомым местам. Вот здесь красивая такая природа. Две березки растут. И пониже ягода. Посмотрите, какая красота. На кочечке пристроились. Растут клюква. Такие вкусные морсики зимой. А вот она. Красота Карелии. Поэтому очень важно иметь высокие сапоги из экипировки. На мне костюмчик. Буду непроницаемый. Мембрана. Брал специально для леса. На сайте Джум. Много различных карманов. Очень удобный. Самое главное. Флисовый подклад. Для осени. Для весны. Отличный помощник. Охотнику, рыболову. Грибнику, ягоднику. Ох, сколько здесь ее. О, какая она питательная. Не передать просто вкус терпкий. Огромное количество витаминов. Экологически чистая ягодка. Нашел крупную ягоду. Прошел метров 500, наверное. Но сегодня много с собой тары не брал. Поэтому легко будет унести. Но надо еще собрать. Особенно хорошо в таких вот кустиках. Брать ягоду. Здесь руками очень сложно залезть. Вот здесь очень удобно. На коленки встал. И пошел работать. Быстро собирается. Главное пока дождя нет. А вот и первый снег пошел у нас. Смотрите. Вот сколько ягодки. Пошел первый снег у нас. Огромные плантации. Да, снежочек. Тучками затянуто. Идет снег. Я собираю клюкву. Отличное настроение осеннее. Главное, что не дождь. Вот надеюсь, буду выбираться и не будет по колено снега уже. Ноль градусов тепла на улице. Но все заволакивает. Настоящая осенняя карельская погода. Пару ведерок наберу и мне будет достаточно. Вот кочка, где мох сильно мы не вдавливаем. Важно своевременно убирать мох. И вот такими легкими подбросами. Ягодка у нас оказывается внутри. Да, вот это кайф, конечно. Идет снег. Собирайте ягоду на болоте. Вот какая красота. Впереди озеро. Остановился немножко. Полакомиться витаминками. Вот в процессе сбора у меня небольшая авария произошла. Посмотрите. Порвался у меня мешок. Вот за этот сезон первый раз протерся от объема. Не знаю, литров, наверное, уже 200. В этом сезоне собрал. Буду менять. Поэтому у меня сейчас вся ягодка практически мимо уходит. Но россыпь просто лежит. Видно следы чьи-то кто-то ходил. Но не знаю. Вот здесь ничего не собрано. Кто-то дыра поднаступил немножко. Таким покрывалом лежит ягода. Огромное количество. Вот сколько ее здесь. Вот озерцо. Вот это вот красивое, живописное. Может быть приеду сюда еще, если снегом не завалит, порыбачить. Рядом с березкой ягодка наша. Вот оно, качество. Так, когда литров 50 соберешь, на следующий день, возможно, рука будет немножко побаливать. Вот оно, низкорослое растение, кустарниковое. Ягода может пролежать всю зиму. Собираем ее как осенью, так и в мае месяце, весной. Такие россыпи. Огромные просто. Травки. Непередаваемое ощущение. Какой запах на болоте. Какая сочная, спелая, витаминная. Вот здесь везде ее, везде очень много. Пытаюсь вам передать атмосферу дикого таежного болота. Вот она не кончается. Буквально на днях все снегом засыпет и закончится сезон сбора клюквы в Карелии. Спасибо, болото. Все, выхожу с болота аккуратненько. Здесь у меня два ведерка уже набранных. Вот еще третья. Собирал сегодня с помощью новейшей лапы. Вот она у меня окончательно порвалась. 5 литров ведерка, 5 литров и 12 практически полная. Но уже лапа сломалась. У меня нужно будет делать новый мешок. Перевязывать. Сейчас чуть-чуть перекушу ягодку и пройду. Посмотрю еще осенние грибочки. Идем дальше. Главное, на медведя не нарваться. Страшновато. Тихая охота продолжается. Я вышел с болота. Оставил ведра. Рюкзак. Снова взял корзинку. И выбрался в лес еще проверить. При бочке. А вот это у нас ягода. Да, брусника. Одинокая такая. Да, уже такая горьковатая. Не перепутайте ее с майником двулистным. Там ядовитые ягодки тоже красного цвета. А вот, кстати, по-моему, и они. Да. Это, по-моему, майник двулистный. Красные ягодки ядовитые. Не собираем такие. Так приятно пособирал ягоды сегодня. Отличное настроение. Уже не с пустыми руками поеду домой. Тишина, спокойствие. О, грибы интересные. Посмотрите. Паутинник, наверное, какой-то вид. Ярко-коричневые такие. Не буду брать, поэтому дозарывать не буду. Оставлю птичкам, зверюшкам. Первый снег сегодня уже шел. Красота. Скоро зима. Вступит свои права. Вот новые места здесь еще проверю. И проверю свои грибные точки. Как и в начале выпуска. Что-то там впереди. А нет, показалось. Листики. Такой березовый лес. Осинки, елочки встречаются. И уже ни одного листика на деревьях нет. В это время года опята у нас бывают. Но тоже редко встретишь, когда надо знать места. В этом году они так и не встретились. Да, тут, видимо, хороший ураган был. Много деревьев повалено. Ну, красота, красота какая, а. Ходишь, гуляешь. Очень красивый лес. Живописный. Вот там вот болото. 300 метров примерно отошел. Я собирал ягодку. Но листвы очень много. Сложно, сложно что-то найти. Да, и запасы у меня сделаны большие. Еще с прошлого года. Белые грибы, сушеные. Маринованных достаточно. Поэтому не голодаю я. Незабываемое сегодня приключение. Если можно так назвать. Поход в лес. На болото. Нашли с вами грибочки. Такие, какие есть. Вот еще, смотрите, старенький такой осенний. С листвой сливается. Листья шуршат под ногами. Поздняя осень. А вот еще грибы я вижу. А вот там, видите, внизу корневища. Небо проясняется. Наверное, ночью будет мороз. Папоротник зеленый еще. Вот, 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 вот еще. Находка. Посмотрите. Тоже интересный гриб. Думал, фламмулина. Зимний опенок. Ну, это... Такие рыжеватенькие. Оставим. Это сказка просто, да? Какая тишина. С вагнум. Посмотрите, какое качество. Вот, просто идеальный свежий мох. Уже отправлял в этом году. Кто занимается цветоводством. Отличный субстрат. Отличный такой влажный. Красивый мох. Да. Да, и не зря, не зря я выбрался сегодня на разведку. Семья. Малыши, карандаши. Вот. Вот это настроение, а. У меня сегодня уже, можно сказать, тихая охота удалась. Вот они любят такие леса. Хвойные. Ёлочки, где маленькие тоже возьмем. Начинают рост. Трубковидные лисички обычно растут тоже большими семьями. Поэтому важно найти один гриб или два и посмотреть вокруг внимательно. Под разными углами. Это поздние осенние грибы. Я их собирал даже под снегом в прошлом году. Вот они пошли, пошли грибочки. Посмотрите, какое качество. Метров 30 пройти, наверное, и березовый лес будет. Такой сегодня интересный поход получился. Посмотрели с вами грибы. Нашел, собрал достаточно ягоды, клюквы. И нашел еще избу в тайге. Старенькую. Рюкзак у меня подготовлен. Упаковал. 50 литров объем. Чтобы удобнее нести было. Сейчас немножко передохну. Хватаю этот рюкзак огромнейший. И буду выдвигаться домой. Солнышко выглядывает. Тихая охота подошла к концу. Спасибо тебе, болото. Спасибо тебе, лес, за дары. Сегодня 4 часа. Походил по лесу, посмотрел грибочки и собрал достаточно ягоды, клюквы. Все ссылочки читайте в описании. До скорых встреч. Всем пока. Ну а я домой. Ну а я домой.